МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, хотелось бы непосредственно о повестке. Ну, во-первых, я вчера на заседании акцентировал внимание, сегодня эта тема продолжается. Смотрите, казалось бы, важный вопрос о двойных стандартах, но на настоящий момент, пока у нас нет окончательного текста заявления, хотя, в принципе, я не согласен с предыдущим оратором, которого мы слушали внимательно. Ну, во-первых, и «Справедливая Россия», если помните, был конгломерат из пяти партий, которые в течение этого созыва они опять реализовались в Минюсте как отдельные партии. Ну, в частности, входила партия пенсионеров, Родина, партия жизни, партия смерти, там еще куча разных партий. Поэтому, с нашей точки зрения, это говорит о несостоятельности партии и о нежелании администрации президента, все-таки, с учетом созданных живопырок, а у нас 78 названий партии есть, и сначала даются там по часу смотрибельного времени на телеканалах центральных, потом подвязывается олигархическая структура, вот как это наглядно видно на партии «Новые люди», которая сегодня завешана, вся Россия. Фаберлик – коммерческая структура, и на ее основе берут и формируют псевдопартию. Ну, как известно, идеологий за все время существования цивилизации человечества есть только три. А все остальное от названия, от вздохов, от пива, от смерти, от жизни – ну, это надуманные вопросы, и здесь избирателям хотелось бы посоветовать все-таки следовать библейскому принципу и по делам их судить ее, потому что… или получите «Волка в овечьей шкуре», которые обещают одно, а по принципу голосуют всегда, как и партия власти. Вот для меня партия власти представляет из русских народных сказок, которых сейчас хочет изжить Греф, да, присоединив там, и «Союзмультфильм», как раз «Змея Горыныч». Одну голову срубаешь, а еще пять появляется, понимаете? Но прок от того же, главное, эта голова продолжает поедать людей, да, потому что на самом деле мы можем критиковать за двойные стандарты Европы, они там есть и были всегда, и это суть их идеологии. Почему-то умалчиваем об Америке, ну, в третьем варианте заявления, пока про Америку ничего не говорилось. Я, к сожалению, все читаю или вынужден все читать. И если посмотреть, то, мне кажется, сначала надо посмотреть на себя. Вот если бы Сергей Михайлович и его партии контролировали выборы, или участвовали в них как не благодаря, а вопреки, как мы, то он бы увидел в Ростове-на-Дону на выборах 13 сентября формирование городской думы идет по смешанному принципу. Были за списки партий 10 человек, и 30 были по одномандатным округам. Так вот мы на выборах по спискам обнаружили на 3024 бюллетеня больше, чем их выдали избирателям. Это не двойные стандарты. Ну как можно комиссии определять итоги выборов, если у вас, ну это говорит о фальсификации выборов? Второе. Посмотрите представительство в эфире. У нас сегодня утюг включаешь, там Владимир Вольфович. Там Сергей Михайлович. Но представители КПРФ уже как месяц перестали приглашать вообще. Понимаете? И в данной ситуации, с моей точки зрения, вот если бы мы хотели кому-то чего-то советовать, то надо сначала смотреть на себя. И неустойчивость, я скажу вам, политической системы, она заключается в том, что даже изучив технологии цветных революций от стран Магриба, Сербии, Грузии и другие, Украины, мы выводов никаких не делаем. Почему? Потому что, ну, в основе любых протестов лежит усугубление социально-экономической ситуации. Если у нас, по мнению экспертов, ниже черты бедности живет сегодня не 20 миллионов, а 39, да? Ну, не это ли стимулятор для того, чтобы протестовали люди, да? Второе. Посмотрите закон о митингах, который приняли в конце прошлого года, да? Ну, фактически из уведомительного все акции протеста, пикета, митинга, шествия превращены в дважды разрешительные. Причем в закон о полиции внести карательные меры, которые, в принципе, в том числе разрешают применение оружия, вскрытие безответственного транспортных средств и жилых помещений. Ну, это ли не двойные стандарты? Мы говорим, что вот, свобода. Причем это нарушает три статьи Конституции. 17-18 и 31-ю, где прямого действия статьи, которые можно пересмотреть только созвав Конституционное собрание, а закон о Конституционном собрании только мы четыре варианта дали, которые, кстати, получили широкую поддержку юридического сообщества, да? А партия власти не представила ни одного, ни администрация президента, ни правительство, ни думы, представители фракций партии власти. Ни одного закона они внесли. Но поправки в закон внесли усугубляющие. Написано в 31-й статье, что граждане Российской Федерации имеют право встречаться мирно, без оружия, по любым вопросам, да? А если вы должны, уведомление своевременно подок, которое, кстати, увеличено с 10 дней, день подачи, день митинга не считается, то есть вам уже минимум на два дня увеличили, да, срок подачи. Кроме того, праздники, выходные теперь не считаются, это уже на пять дней увеличивается. То есть вместо 10-15. Кроме того, исполнительной власти возвращено право запретить проведение акции протеста на любом этапе. То есть вы провели подготовительную работу, потратили нервные финансовые ресурсы, а вам день выборов, который у нас бывает, у нас поступила информация, что возможен теракт, и вам запретили, да? И вы опять должны 15 дней, но это же что стимулирует? Это стимулирует стихийное восстание. Потому что по конвенции прав человека, вон, написано, что человек имеет право защищать свои ущемленные права любым способом. Ну, с моей точки зрения, вот если бы власть как бы не испугом руководствовалась, или первым мотивом Аристотеля страхом, да, а разумом, то, наверное, социальный свисток, который митинг таковым является, но она должна их, наоборот, организовывать сама, чтобы люди могли выисказаться, но надо другое дело слушать людей, принимать решения адекватные, их требования. И самое главное по сегодняшним законам. Да, сегодня из 25 законов 7 наших, но они все на отклонение, понимаете? Хотя это законы какие. Вот мы, используя новую систему, которую ввели, в принципе, в этом созыве, проведение экспертно-аналитических работ, провели 13 по самым злободневным. Вот сегодня закон о государственном регулировании нефтяной отрасли, он, в принципе, на основании экспертно-аналитической работы, где ученые наших ведущих вузов, а Плехановка и финансовый университет, наверное, таковыми и являются, да, на сегодня. Четко констатируется о том, что мы единственная нефтедобывающая страна, у которой отсутствует федеральный закон, регулирующий эту отрасль. Смотрите, о электроснабжении есть, о газоснабжении есть, о тепловых сетях есть, а нефти нет. Хотя, если посмотрите, то мы всегда входим в тройку самых добывающих самое большое количество углеводородов, да, и, как это не парадоксально, мы единственная страна нефтедобывающая, в которой цена на нефть значительно выше тех, кому мы экспортируем нефть, понимаете. Если вы посмотрите, скажем, страны Персидского залива, Норвегию и даже Германию. Вот Германия покупает у нас нефть, но у них за прошлый год, за счет того, что правительство снизило НДС с 19 до 16, у них цены на нефтепродукты уменьшились на 11%. Для тех, кто использует нефтепродукты для отопления, на 35%. Мы начали разбираться, как же так. А у них, оказывается, федеральное правительство регулирует 40% промышленных, продовольственных товаров и услуг, понимаете. Мы внесли три закона, но два уже отвергли, один пока не рассматривает, хотя украл одну часть из нашего закона, правительство внесло вообще в другой закон в конце декабря. Ну, был закон о внесении изменений в статистический учет, они, ну, как это у нас бывает, ко второму чтению внесли закон, ужесточающий контроль. Ну, от этого ж, у нас и до этого был в законе о торговле записано, что если цены возросли на 30%, правительство обязано вводить регулирование. Ну, этого ж не произошло, так ведь, да? Хотя вдруг президент, это говорит о, ну, как бы, отсечении президента от важной информации. На встрече с представителями так называемого Народного фронта вдруг узнал, что цены на сахар увеличились на 70%, да, а другие там 30, 40. Ну, мне кажется, что, и я вообще-то думал, что руководитель, что ли, высокого рана, наверное, минимум 4 источника имеет информации, кто его должен информировать. А если вас окуклили, то вы же, как бы, можете проснуться, оказывается, страна уже другая. Ну, и мы предлагаем, что вот у нас сегодня 217 вертикально интегрированных структур нефтяной отрасли фактически диктуют стране два раза в год свои правила. Ну, вот посмотрите, в прошлом году нефтяники получили 670 миллиардов льгот, да? Нам говорят, что мы в рынке, да? Ну, почему у нас цены при падении цен на нефть на заправках не падают, да? Наоборот, выросли за прошлый год, да? Как и позапрошлого. Посмотрите второе. Почему конгломерат вот этих высасывающих из страны ресурсы, а у нас нефть и газ, в принципе, если вы посмотрите, ну, они вроде называются госкорпорациями, да? Правда, совет директоров Роснефти из 11,7 иностранцев, да? Причем там его величество Бритиш Петролиум, генеральный директор, и арабские фонды, и швейцарские граждане в Совете директоров. Но, по большому счету, имея колоссальную закредитованность и падение прибыли, увеличивали себе дивиденды. Ну, в чем тогда роль госкорпорации и правительства в этом? Или вот возьмите Сбер, да? Интересный вопрос. Сбер. Государство само у себя за 2 триллиона 140 миллиардов купило пакет акций, да? Ну, Греф самостоятельно принял решение и провел ребрендинг банка, да? Имеет, в принципе, 51 процент акций, да? Ну, настоял Греф не Силуанов, председатель наблюдательного совета, а Греф, чтобы 50 процентов на дивиденды пустить прибыли, в то время как ВТБ, тоже государственный, с госучастием банк, принял решение до 10 процентов снизить, да? На дивиденды. Это о чем говорит? О том, что у нас, в принципе, либеральная часть правительства в лице экономического блока, в принципе, проводит, в общем-то, политику на вывод капитала, потому что, посмотрите внимательно, у нас ведь кто является вот бенефициариями 45 процентов акций? Американцы, англичане, норвежцы и швейцарцы, понимаете, да? Ну, американцы 40 процентов, но когда вы начинаете разбираться, а какой же толк от этих, ну, казалось бы, сделали уже международным банк, и, наверное, иностранные инвесторы должны вкладываться в нашу экономику, да? Ну, оказывается, это, как правило, хедж-фонды, от которых никакого толка нет, они на спаде купили акции за 3 копейки, а теперь по 18 рублей на акцию получают дивиденды, понимаете? И в данной ситуации 200 миллиардов заплатили только за прошлый год, да? Дивидендам. А почему эти дивиденды не направить на детей войны? 75-летие победы было. Сегодня в третьем чтении будет принят, наконец, закон, который наведет, мы надеемся, порядок в лесной отрасли. Я напомню, опыт маркировки древесины, опыт четкого отслеживания каждого спеленного бревна был применен нашим губернатором Левченко в Иркутске. И хорошо себя зарекомендовал, и только по прошествии нескольких лет, и после того, как наш губернатор пострадал, может быть, вот из-за борьбы с этой лесной мафией, в итоге на федеральном уровне принимается нечто подобное. Когда пол тайги уже выпилено, вывезено в неизвестном направлении, и, естественно, сожжено, якобы сожжено по официальным отчетам. Второй блок вопросов, касающихся якобы внесения изменений или продолжения внесенных изменений в Конституцию Российской Федерации, это запрет для чиновников муниципальных и государственных иметь второе гражданство. В принципе, этот запрет был и раньше, в различных формах он применялся, но мы категорически наставим на том, что просто запрет и только чиновнику иметь второе гражданство, левитное жительство, без запрета для членов его семьи, для жены, для детей, без запрета на владение заграничной недвижимостью и всем, что с этим связано, это фактически лазейка, по которой вот эти самые иностранные агенты, с которыми мы боремся героически и приняли целый блок законов, фактически работают сегодня внутри или в управлении российского государства. Наличие зарубежной недвижимости, наличие какого-либо объекта в стране на сегодня, если не враждебные, только по крайней мере, недружественно относящиеся к Российской Федерации, это дополнительное влияние. Мы уже не говорим про жен, имеющих двойное гражданство, про детей, которые обучаются и лечатся за границей. Это тоже подрывает сегодня основы безопасности, основы суверенитета Российской Федерации. Поэтому мы будем настаивать, поддержав в первом чтении этот законопроект, на внесение наших поправок, на запрет высшим чиновникам, муниципальным государствам иметь любое имущество за рубежом, за границами нашего государства. Это, на наш взгляд, лучший вариант национализации элит, чем вот такой вот чисто формальный шаг, который нам предлагается. Сегодня же будет рассмотрен блок социальных законов, в том числе внесенных в пракции КПРФ. Эти законы будут касаться возвращения индексации пенсии работающим пенсионерам. Я напомню, сегодня три таких законопроекта будут рассмотрены, все на отклонение, все от разных фракций. Мы убеждены, что перед выборами Государственную Думу Единая Россия уже внесет нечто подобное и где-нибудь через месяца 2-3 примет. Вопрос об индексации. Но сегодня эти законы, мы обращаем внимание прессы, будут отклонены. И послушаем сегодня доводы и сравним их с теми, которые будут через 2-3 месяца буквально представлены в этом же зале. Мы наставим сегодня на системном государственном планировании в сфере здравоохранения. Недофинансирование хроническое, тотальное этой отрасли ведет к тому, что в России не будут выполнены соответствующие указы и установки президента Российской Федерации. И поэтому то, что предлагаем мы, 6-летнее планирование, не менее 7% ТВВП на финансирование здравоохранения, заработную плату медицинским работникам, базовую заработную плату как раз 200%, а не среднюю, а не на две ставки, а не там с соответствующей нагрузкой, это те меры, которые позволят сегодня сделать здравоохранение Российской Федерации современным, цивилизованным и конкурентоспособным на мировом рынке. Спасибо. Ну и если вы посмотрите, то на телеобщении, сегодня мы закон уже внесли на рассмотрение, а президенту задали вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров, так вот по графику контрольного управления правительство должно дать решение к 1 февраля. Ну то есть мы об этом кричим уже при рассмотрении каждого бюджета и вносим поправки, да, а поручение только к первому будет выполнено. Спасибо.